Продолжение следует... Это камешек из мегаскопа Шиалы? Угу. Моя последняя шутка. Я подменил бриллианты. Тот, который сейчас в мегаскопе, не такой чистый. Изъян невелик, но его достаточно, чтобы создать помехи в телепорте. Имперские чародеи уверяли меня, что результат будет выглядеть очень эффектно. Я позволил ей уйти. У тебя просто нет сердца. То, что с ней сделают после этого королевские тайные службы, займет гораздо больше времени. Ее ждет очень много боли. Не сомневаюсь. Ну что, карты на стол? В каждой игре рано или поздно наступает такой момент. Мне это даже нравится. Но сперва... Водки хочешь? Ну давай. Что-то в горле пересохло. Выпьем за старое знакомство. Так как? Вернул себе память? Не совсем. Ты помнишь, как мы встретились? Ну да, еще бы. Я спас тебе жизнь. Хорошо же, ты мне отплатил. Лучше не мог, честное слово. Сам понимаешь, заботится о чужой женщине. А Янифер твоей. Не знаю, что уж ты в ней нашел. Но, как говорится, де густи бусно на диспутандум. Зимний солнцеворот 70-го. Мидинвайрни. Ночь магии. Лето не солгал. Охота остановилась. Под деревом висельников призраки отбирали лучших из похищенных. Там была Янифер. Призрака можно изгнать, но не убить. Это знает каждый. Только всадники падали под ударами ведьмачьих клинков. Из-под панциря лилась красная кровь. Мы не могли перебить всех. Их было слишком много. Слишком. Он не был похож на других эльфов. В его взгляде не было стыда. Он не страдал от преследований. Не пережил ни одного погрома. Его не сгоняли с родной земли. Эльф пришел из чужого мира. Как захватчик. Я предложил свою душу. В обмен на душу Янифер. Он согласился без колебаний. Эй, ты здесь? А то ты вроде отключился. Воспоминания. Я вспомнил дерево висельников и... дикую охоту. Меня обменяли на Янифер. Пора открыть карты. Если только ты не хочешь просто убить меня. Я преследовал тебя по разным причинам. И для начала ты должен мне кое-что объяснить. Ну, допустим, объясню. Расскажи мне о Янифер. Что случилось после того, как я ушел? Она металась в горячке между жизнью и смертью несколько дней. Мы думали, она не выживет. А когда она немного пришла в себя, то не могла понять, что происходит. Амнезия. Как и у тебя. Что дальше? Дальше мы быстро выяснили, что она баба с характером. Она крепко нам насолила. Соблазняла Эгона, пыталась нас разделить. После того, как ты так благородно принес себя в жертву дикой охоте, было просто нелепо оставлять ее одну. Она не прожила бы и месяца. Она же ведет себя как княжна, и привычки у нее такие же. А на деле она простая чародейка, вдобавок утратившая память. Мы тогда были в самом сердце Империи. А в Нильфгарде, как ты знаешь, чародеев с такими замашками или очень быстро изгоняют, или их разрывают лошадьми на площади Победы. Я слышал. Так мы путешествовали по провинциям Империи, вытягивали ее из разных переделок. А в один прекрасный день нас спеленали имперские тайные службы. Меня, Эгона, Зеррито и Йеннифер. Тайная служба Императора? Да. Нас разделили, долго допрашивали. Но спокойно, без насилия. Так я познакомился с Ватье Деридо. А несколько недель спустя увидел самого Императора. Я простой ведьмак. Что случилось с Йеннифер? Не могу сказать. Император отправил меня с заданием на север. Что касается Йеннифер, то мне показалось, что она чем-то важна для Эмгиро. Я подозреваю, что именно от нее они узнали о ложе. У имперской разведки свои методы. Я знаю только, что за ней постоянно приглядывали люди в Атье. Позже мы уехали убивать королей Севера, и больше я о ней ничего не слышал. Значит, она в Империи? Была там, когда я уезжал. Откуда ты знал, где мы найдем Дикую Охоту? Каждый ведьмак, который носит на шее медальон змеи, знает это. Когда-то я даже думал, что мою школу основали специально, чтобы разгадать тайну призрачных всадников. У нас есть масса книг и свитков, связанных с ними. Ты знаешь, кто они, всадники Дикой Охоты? Из того, что я понял, это потомки каких-то бешеных эльфов. Вся эта история оказалась одним большим обманом. Легендарный вестник войны был ярмарочным зазывалой. Уверяю тебя, ни один ярмарочный фокусник не способен собрать свиту из летящих по небу призраков или вызвать амнезию. В них есть что-то большее, говорю тебе. Ну давай, просвети меня, если тебе так хочется. Явление Дикой Охоты, о котором ходят столько легенд и мифов, это факт. Я сам убивал и изгонял призраков охоты. Это были духовные эманации, аватары настоящих всадников, тех, кого мы встретили под деревом висельников. То есть ты хочешь сказать, что тебя похитили эльфы? Материальные сучьи дети, самое обыкновенное? Для своего мира они, может быть, и самые обыкновенные, а здесь они чужие. Ты знаешь теорию о сопряжении сфер? Знаешь, откуда взялись чудовища в нашем мире? Как и любой другой ведьмак. Значит, ты знаешь, что есть и другие сферы. Наши чародеи самые могущественные. Могут открывать ворота между мирами. Обычно они призывают чудовищ, которых мы потом убиваем. Эльфы, которых мы видели, происходят из другого мира. И их никто не призывал. Они сами сюда пришли. Уверен, что даже для них это очень трудная задача. Им гораздо проще отправить сюда свою духовную эманацию. В теле они приходят сюда только в особых случаях. Например, ради тебя и Йеннифер? Типа того. Значит, эльфы из другого мира и их ручные призраки. Чего они от тебя хотели? У меня есть кое-какие мысли на этот счет. Но это не твое дело. Как ведьмак мог согласиться убивать людей по заказу других людей? По приказу императора, Геральт? Он необычный человек. Правители Севера в лучшем случае достойны полировать ему наколенники собственными мордами. Почему? Все очень просто. Он обещал мне восстановить школу ЗМИ. Орден ведьмаков, в котором меня создали. Школы ведьмаков на юге пришли в упадок много лет назад. А сами ведьмаки превратились в изгнанников. Обычно нас даже в город не пускают. Кроме Зерита и Эгона, я знаю еще двоих ведьмаков из школы ЗМИ. Не знаю, где они сейчас. Я не видел их много лет. Но теперь они смогут перестать прятаться. Вернуться домой. Почему ты до сих пор здесь? Почему ты ждал меня все это время? Я знал, что ты меня в покое не оставишь. Будешь таскаться за мной по пятам. Только я не собираюсь скрываться. Правду обо мне знаешь только ты и несколько человек, слово которых уже ничего не значит. Я никогда не считал тебя врагом. Я хочу идти своим путем. И если для этого придется драться с тобой, пусть так и будет. Но эта история закончится здесь и сейчас. Скажи мне, зачем все это? Какая была цель? Убить столько королей, сколько получится. Вину свалить на чародеек. Посеять хаос. Подготовить север к вторжению. Знаешь, что меня больше всего забавляет в этой истории. Мы даже не представляли, какую благодатную почву тут найдем. Не важно, чем окончится эта война. В любом случае, правители севера будут еще очень долго обвинять друг друга, доказывать свои права, мстить, ссориться. Север похож на охваченный пожаром бордель, как сказал бы твой друг Лютик. Как ты вышел на контакт с Шиалой? С тех пор, как я узнал о существовании Ложи, особых проблем у меня не было. С самого начала она присматривалась к каждому моему шагу. А если я этого хочу, рано или поздно все начинают принимать меня за тупого осла. Я вертелся вокруг Шиалы, убил для нее пару монстров, ныл про то, какой я несчастный, как мир ко мне несправедлив. Я также позаботился о том, чтобы нас вместе заметили несколько надежных свидетелей. Такая страховка, на случай, если меня поймают. Одновременно я готовился к покушению на короля Ковера. Изначально именно Эстерат Тиссен должен был стать первой жертвой таинственных убийц. Но прежде чем до этого дошло, она заказала мне убийство Демовенда. Судьба мне улыбнулась. Теперь мне не нужно было подставлять Шиалу. Достаточно было выполнить ее заказ и пойти дальше. Откуда ты узнал о ложе чародеек? От императора. Иватье де Ридо, шефа императорской разведки. А они, похоже, узнали об этом от Йеннифер. К ней вернулась память? Я бы не стал утверждать, что она специально донесла на своих подруг. Подозреваю, что они нашли способ добраться до памяти Йеннифер помимо ее воли. На моих допросах тоже сидел чародей. Молодой офицер разведки. Гордый такой. Мне дали список чародеек, состоящих в ложе. При разговоре присутствовали только Император и Ватье. Только они двое знали о моей миссии. Как тебе удалось убить Димовенда? Благодаря магии Шиалы мы знали каждое его движение. Привычки, поведение стражей, словом, все. Оставалось только нанести последний удар. Кроме того, Шиала не жалела денег на взятки и подготовку. Мы работали в очень комфортных условиях, но нам все равно пришлось нелегко. Мы едва ушли от облавы. Если бы не эльфа Йорвета, а это снова была задумка Шиалы, у нас ничего бы не вышло. А так, нам не только удалось убить Димовенда. Мы были вне подозрений и вне досягаемости чародеек из ложи. Так что мы спокойно продолжили планировать покушение на Фольтеста и Хэнцельта. Откуда ты узнал, что Фольтест придет в монастырь? План убийства Фольтеста мы разработали с Йорветом. Король Тимерия не скрывал, что собирается расправиться с Лавалеттами. И я был уверен, что он захочет отобрать своих внебрачных детей. А где же прятать детей во время осады? Как не в монастыре? Мне надо было стать монахом. Но я же не мог просто так прийти в монастырь и заявить, что на меня снизошло откровение. Никто бы не поверил. И тогда один из патрулей Ариана наткнулся в лесу на нескольких белок, которые пытали бедного безоружного монаха. Отважные воины разогнали эльфов, а я получил приют в стенах монастыря. И никто не заметил, что ты даже не был ранен? Монах, который меня лечил, получил достаточно Ариана в замолчании. Собственно, владел он ими недолго. Поши, я его убил. Только мертвые не выдают тайн. Потом мне оставалось только ждать. Когда я увидел, что ты входишь в келью вместе с Фольтестом, то подумал, что план провалился. На счастье, ты не узнал старого друга. А когда ты решил избавиться от Йорвета? Как только понял, что не могу им манипулировать. Он был слишком предусмотрителен и слишком опасен. В любой момент он мог разгадать мою игру. О, это было ошибкой. Никто не смог бы до тебя дотянуться, пока ты оставался под охраной с Каэтэлей. Может и так, но и я сам тоже ничего не мог делать. Если бы только мне удалось добить Киарана... Но тебе этого не удалось. Так я связался с Йорветом и заставил тебя бежать. А я сохранил тебе жизнь. Хотя мог бы и убить. Я помню. Значит, это тебя искала Шиала, когда приехала во Флотзен. Совершенно верно. Она хотела от меня избавиться. Думала, что все еще контролирует ситуацию. Готов поспорить. Она считала, что я спятил. Или что Йорвет мной манипулирует. А тем временем Север все глубже погружался в хаос. Точно. Оставалась только одна проблема. Ты. Конечно, я мог бы убить тебя в эльфских развалинах. Но ты никогда не был моим врагом. Вы облажались с Хенцельтом. Все из-за этого проклятия Сабрины. Сначала мы застряли в ущелье, а потом появилась Шиала. Она берегла Хенцельта пуще собственного ока. Но его смерть нам была не слишком нужна. И тогда судьба улыбнулась нам во второй раз. Я узнал о переговорах и о планах возродить Совет и Капитул. Это был идеальный момент для великого завершения нашей миссии. Хватит разговоров. Давай покончим с этим. Будем драться. Водка еще осталась. По глоточку. Давай. Имперские войска прямо сейчас форсируют Яругу. С севером покончено. Пора перебираться на юг. Там нас ждет хорошая жизнь. Ты дурак, Лето. Ни ты, ни твой император не приняли во внимание одного. Беда сближает людей. Может быть, благодаря вам север сплотится, как никогда раньше. Это уже не мое дело. Я тебе не враг и никогда им не был. Если ты меня отпустишь, я уйду, и мы больше никогда не встретимся. Но если вынудишь меня драться, на этот раз я убью тебя. Я узнал все, что хотел. Я чувствую, как воспоминания возвращаются ко мне. Твоя смерть ничего не изменит. Ступай своей дорогой. Что, прямо так? Никаких угроз? Никакого напутствия? Ты идешь или нет? Прощай, Геральт. 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok